Сортировка мусора начинается еще здесь, на проходной. На завод пускают не все фуры, только те, что прошли радиационный контроль. Если будет определено, что идет превышение радиационного контроля, у весовщика автотранспорта срабатывает сигнал, загорается красная лампочка и звуковая сигнализация. Вот куда попадают отходы из помойного ведра. Впрочем, здесь их называют не мусором, а материалом. Это первый этап сортировки. Из общей массы убирают стекло и крупные бытовые отходы. Правда, иногда находят и совсем необычные вещи – паспорта и ключи. Однажды на ленте увидели черепаху. У сотрудников завода целая свалка таких историй. Находили мины, но они оказались учебные. Мы вызывали МЧС, разминирование. Да, это было. Находят и живых котят, которые завязаны в пакетах. Ну, много чего находят. Нет, зачем? Сотрудники сами разбирают. Себе домой? Да, конечно. Дальше мусор сортируют по размеру вот в таком барабане. Затем мусор попадает на ленту. Здесь установлены магниты и оптические сканеры. Они распознают материал. Например, пластик сортируют по объему, форме, составу и даже цвету. То, что не смогла разделить умная машина, делает человек. Кстати, каждый час завод может перерабатывать до 90 тонн отходов. Вот так выглядит уже готовое вторсырье. Это и есть склад готовой продукции. На нашем фоне, что мы видим? Это конкретно бумага, которая была отобрана, спрессована и доставлено. Взвешивание произошло, и оно доставлено. И картон. Если мы пройдем дальше, то мы увидим алюминий, PET, пленку Микс-1. Турсырье скупает компании со всей страны. Они дают мусору вторую жизнь. Плёнки пластика делают те же самые плёнки для мусора. Также делают трубы, пластиковые трубы. А металлы в основном используются для машиностроения. Кстати, этот картон уже сегодня отгрузили покупателю. Говорят, из него сделают туалетную бумагу. Ирина Яранцева, Евгений Проскуряков, Тюменская служба новостей. И согласно нацпроекту «Экология», до 2030 года в стране будет обеспечена стопроцентная сортировка мусора. Объём отходов, направляемых на полигоны, снизится в два раза. На переработку будет отправляться более третий твёрдых отходов, бытовых отходов. По всей стране появятся специальные комплексы, где из них будут производить ценное сырьё. Мощность комплекса составит более 37 миллионов тонн ежегодно. Некоторые виды сырья можно перерабатывать до семи раз.